ОМТВЮА. Про Головне. Оно волнами. 7-8 дронов обрушиваются на наши, так сказать, тяжелые машины. Вы знаете, вот когда смотришь эти кадры, особенные ненавистью проникаются таким, как Тимур Иванов, как некоторые другие чиновники, ну, в прежнем составе Минобороны. У них же там в Ростове шло десятки миллиардов рублей на раз. И вот ты понимаешь, что все их яхты, все их особняки, все их там часы, так сказать, архидорогие швейцарские часы, это тысячи непоставленных дронов, которые могли бы спасать, так сказать, жизнь наших бойцов. Но это эмоции, давайте разберемся, а почему на Украине сейчас вот дроны производятся десятками тысяч штук, почему они сумели организовать вот такое производство, да, причем не только за счет сбора средств граждан, нет, а за счет государственных средств на множество таких мастерских маленьких полукустарных фабричек. И эти дроны им поступают в войска, и это питается, как говорится, кошельком власти. А у нас почему-то дроны, ну, в основном, все-таки делаются на народные деньги, на пожертвования простых людей. Вот эту проблему надо решить. Кураторы Украины, это западники, средства американцев, пришли к выводу, что Министерство обороны Украины, оно такое же неповоротливое, такое же коррупционное, как и государственные структуры. Российская Федерация, такие же ретроградные, как, так сказать, их визуэли. И что было сделано? Вот этот народный ВПК, это научно-техническое творчество, какие-то прорывы были выведены вообще из, как говорится, ведения Министерства обороны Украины, ну, как американская, там, склеротия, больная Альцгеймером, бюрократическая структура, и вывели в Минцифры. И сделали при нем специальный фонд, Brave-1. Они, так сказать, этот фонд организуют работу, как венчурная структура. Она устраивает хакатоны среди, так сказать, инноваторов, вот таких вот, так сказать, волонтеров, техноволонтеров, и обеспечивает, отбирает наилучшие решения, обеспечивает им минимальный, так сказать, жизнеспособный продукт, чтобы они сумели сделать стереотип. Вот, и, соответственно, выводит ее на испытания, прочее, прочее, помимо Министерства обороны. В результате скорость решений намного выше, чем в Российской Федерации. У нас ты пока соберешь деньги, сквозь бюрократии Министерства обороны пробиться невозможно, надо делать все самому, здесь государство подключено к созданию этого вот народного, волонтерского, гражданского ВПК. И, соответственно, себестоимость таких вот изделий у них, получается, так сказать, гораздо ниже, чем в Российской Федерации, потому что здесь есть помощь государства. Причем, вот этот фонд «Брейв-1», он сработал, в общем, действительно неплохо. Они получили многие интересные образцы вооружений. Это фактически маленькая подводная лодка, этот погружающийся дрон. И вот этот дрон должен, собственно говоря, будучи гораздо более трудной мишенью, чем надводный дрон, Брандер, вот он еще одна из датолога, атаковать наши корабли, что, в общем, посмотрите, как они применяют москвитный флот. Это достаточно серьезный вызов. Итак, мы столкнулись с ситуацией, когда противник получил организационное превосходство. Выиграет нас во времени, в себестоимости и достаточно, видите, на фронте бросает против нас оружие вот этого нового типа дроны. Нужно решить главный вопрос, как выйти из затяжной стадии, вот этой затяжной позиционной войны, когда каждый шаг обильно поливается кровью. И, так сказать, и с той стороны, и с нашей стороны, мы должны сказать, что отказ от политики подавления тыла противника, от проведения воздушно-наступательной операции, сведения всех боевых действий только к линии боевого столкновения, там, к ближнему тылу, на дальность действия, там, условно говоря, артиллерии и дронов, это преступно, ребята. Если мы будем вести, так сказать, боевые действия так, мы подорвем свою экономику и заработаем внутренний кризис. Отже, Російська Федерація залишилась еще без одниєї станции попереджения про ракетный напад. Мова йде про станцию Воронеж-М метрового діапазона, яка находится под Орськом Оренбургской области за 1800 км від поточной лініи фронту. Ось зараз мы бачим фото, как ця станция выглядит. И окреми медиа посилаются на джерела ВГУР, что саме безпилотниками головного управления разведки 26 травня было завдано удару по цей РЛС. И это, власне, рекордная дальность застосования вітчизняных ударных дронов. Но, фактически, уже есть и супутниковые снимки Планет Лаб, на которых видно наслідки удару 26 травня. Это, в частности, уже не первый удар по системе СПРН. Буквально 23 травня стало відомо про то, что было вражено за горизонтную станцию Воронеж-ДМ под Армавиром. И это говорит про то, что украинская сторона здействует вражение про вкрай чутливые объекты РФ. При этом, это объекты, которые призначены для выявления балестичных ракет. Ци станции входят в Российскую систему попереджения про ракетный напад. Они имеют возможность для выявления супутников, балестичных ракет на дальность до 6 тысяч километров. И по высоте там были данные до 4 тысяч километров. Формально это звичайные легитимные цели, которые, умовно кажучи, Украина может знищивать. Это за однию логику, потому что, мовно кажучи, были даже припущены, что эти станции Воронеж-ДМ, которая была в Армавире, она частково перекрывает Крим и, возможно, даже может видеть АТКАМС, которые используются, або Ф-16, або другие призначения. Но, в любом случае, скажу, что все это есть припущения. И пока что мы говорим про более таки прагматичные версии, которые касаются использования ударов по цим станциям. Потому что, мовно кажучи, мы знаем, что эти СПРН суттєво понижают эффективность российской системы попереджения про российский напад. И, власне, они Россией визначаются как объекты, которые в разе атаки... Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерно отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входит 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов SkyRanger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов.